Здравствуйте! Как известно, Азербайджан вымели из пассе. Надеюсь, это только начало фиаско, которое ожидает эту страну год за годом. Иначе с диктаторскими режимами никак невозможно. Меня позабавила в этом случае, знаете, Украина. Вернее, ее представитель, выступивший с представителями Турции в поддержку Азербайджана. Турция, ладно, там, как говорится, Это для турецкой нашей аудитории, я сказал. Но Украина, стремящаяся в Европу, вы-то куда? Да. Представитель Украины Алексей Гончаренко, по-моему, Гончаренко его фамилия, даже пожурил европейцев за отказ пассе ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. Все потому, что он дальше Алиевского носа не видит. От Совета Европы Гончаренко требует справедливости для Украины, а на тысячи подвергшихся этническим чисткам жителей Нагорного Карабаха, военнопленных, незаконно удерживаемых до сих пор в Азербайджане, он как бы плевать хотел. То есть для Гончаренко жизнь маленького украинца Андрейки важнее, чем жизнь армянского Андреаса. А знаете почему? Все просто, потому что Турция с Азербайджаном поставляет Украине байрактары, и Гончаренко уже второй раз плевать на армянских детей, женщин, стариков и вообще население Арцаха, которая подверглась и геноциду, и этноциду. Именно, наверное, по этой причине так называемые украинские демократы Гончаренко, Гордон, о котором я уже делал выпуск, Арестович, троица мудозвонов, защищают интересы Азербайджана, перешагивая через другие жизни неукраинские. Но позабавился-то я не этим, конечно же, а конкретными словами Гончаренко. Он заявил, внимание, что Азербайджан часть свободного мира. И даже подытожил, слава Азербайджану, слава Европе. Простите, это вы кому? В Европе рассказываете о стране, где правит семейный клан на протяжении 32 лет? Где муж президент, жена вице-президент, на груди у нее орден с портретом ее же свекра? Зятья и свояки – это нефтяные корпорации, банки – это дочки и заловки и так далее и тому подобное. Украина, вы собираетесь быть частью Европы или троянским конем азиатских режимов в Европе? Уж определитесь, что ли. А то, что делает Эрдоган со своим мальчиком Алиевым еще сто лет назад называлось как-то вроде бы как политической проституцией, что ли. Термин Ленина, просто то, что в 20 веке называлось политической проституцией, в 21-м стало нормой. Как и доносы, стукачество, подкупы и прочее. А Гончаренко выполнил в пассе миссию челночного дипломата Азербайджана. Азербайджан – тот, кто Азербайджан, точно знает толк в челноках. Кстати, разговоры о внешней политике Азербайджана стоило бы заканчивать концовкой эпиграммы гафта на Лидию Федосеева-Шукшину. Где надо она Федосеева, а где надо Шукшина. Ладно, это все позади уже. У нас сегодня гость. Гость, которого я пригласил, чтобы задать вопросы, интересующие меня. Мог бы это сделать, конечно, приватно, без записи. Но, как мне кажется, русский информационный канал, Аликру, который я сам смотрю периодически и с удовольствием это делаю, будет интересен и вам. Наверное, потому что эти эфиры из Еревана готовятся русскими, переехавшими в Армению. И ребята стараются. Это видно. Поэтому можете переходить на Аликру, подписываться. Ссылка на канал будет под этим нашим выпуском. Либо на экране. Сейчас мы в записи это все делаем. Там будет видно, как мы это поставим. Ну, итак, у нас в гостях ведущий Аликру Антон Петрович. Здравствуйте, Антон, еще раз. Да, здравствуйте, Вадим. Рад, что вы меня пригласили поучаствовать в этом разговоре. Да, и вот все-таки, может поправите, как правильно, Аликру или Аликру? И что это значит? Не зеркало ли? Нет, это значит в переводе с армянского волна. Дело в том, что... Да, Аликру. Дело в том, что есть так называемый большой Алик, в который входит армянская редакция, грузинская редакция. И вот в первой половине прошлого года была создана русская редакция на базе этого большого агентства. То есть мы рассказываем о жизни Армении, как я люблю говорить в финале своих материалов, и не только о жизни Армении на русском языке. Как мне кажется, на сегодняшний день это, ну, если не уникальная история, то достаточно редкая, чтобы средства массовой информации, ну, наверное, нельзя сказать, что мы средства массовой информации, но некая медиа работала в регионе Южного Кавказа именно на русском языке, и это медиа смотрели как в Армении, как в России, так и в Азербайджане, так и в Европе, так и в Штатах. Поэтому я считаю, что в этом смысле мы, ну, занимаем какую-то нишу, которая не очень занята была до сих пор. Да, в Армении, к сожалению или к счастью, не знаю, для приехавших там много всяких разных ниш, которые не были заняты. Это в этом отношении, конечно, да, попроще. Скажите, Антон, начну вот с главного все-таки вопроса. В свои эфиры вы приглашаете и азербайджанских тоже экспертов в том числе. Как вы говорите, для налаживания мирных мостов. Вот вы действительно считаете, что мир с ними возможен? Смотрите, Вадим, я считаю, что если не разговаривать, то ничего не поменяется. Те люди из Азербайджана, с которыми я разговаривал, ни в коей мере не производят впечатления людей, которые, значит, ну, я не знаю, черти с рогами и только спят и видят, как бы, значит, армянских младенцев утащить и что-нибудь нехорошее с ними сделать. Я, может быть, мне просто повезло. Тут я не могу быть достаточно объективен. Я разговариваю с людьми, которые настроены на мирную повестку, по крайней мере, на переговорную, как минимум. Я до сих пор разговаривал с людьми, которые очень настороженно относятся к официальной риторике Азербайджана. Я понимаю, что им, может быть, достаточно сложно говорить об этом, ну, какими-то прямыми формулировками, но так или иначе это видно и слышно. Поэтому я считаю, что это уже статистика. То есть, вот это не так много у меня людей вот в этой копилке, да, с кем я разговаривал. Но так или иначе это статистика. Исследователи, мы можем говорить, что в азербайджанском обществе есть люди, которые настроены на, как минимум, переговорную повестку. А это, мне кажется, немало. Это те люди, которые говорят, что мир необходим. Это те люди, которые говорят очень важные, на мой взгляд, слова. И я бы, наверное, хотел их повторить. Главная проблема на сегодняшний день между двумя народами и двумя странами, что люди не хотят признавать боль друг друга. То есть, азербайджанцы не хотят признавать боль, которую испытали армяне во время этого конфликта. Ну и армяне не хотят признавать боль, которую испытали азербайджанцы во время этого конфликта. А боль была с обоих сторон. Это объективная реальность. Тут можете вы со мной не согласиться, но это так. Если звучат такие голоса, если звучат такие мысли, я думаю, что не все потеряно. Ну, возможно, это я к тому, что вот как-то, не знаю, не верю я в мир с ними. Не потому, что они плохие. Они напичканные антиармянской пропагандой, вот лживой историей. Вот то, что у нас обычно говорится на кухне, или там, я не знаю, дилетанты пишут в дешевых своих книжках. У них это на уровне правительства. Разговоры о древнем Азербайджане, приписывающий себе там чужих исторических персонажей, городов, государств, ну, та же Армения, которую они называют западным Азербайджаном. Ну, не знаю, с ними мир невозможен, наверное, во всяком случае, вот до тех пор, пока жива там вот эта вот Алиевщина. Я вот о чем. Я с вами отчасти соглашусь, что, конечно, для авторитарного режима любая маленькая победоносная война за последние годы у Азербайджана было уже как минимум две такие войны. Это 20-й год. И, конечно, то, что произошло в прошлом году, 19 сентября, это все поддержание власти. Я прекрасно понимаю, что сейчас Алиев невероятно популярен в Азербайджане. Он освободитель, там, я не знаю, возвратитель земель и прочее. Но ничто же не вечно под луной. Это, конечно, то, конечно. Здесь бесспорно. Если сегодня, как мне кажется, возможно, со мной ни армянская, ни азербайджанская, кстати, аудитория не согласится, но если сегодня не пытаться закладывать какую-то основу хотя бы для общения, то это может тянуться бесконечно. Я, когда разговариваю, опять же, с кем-то из Азербайджана, опять же, я привык к тому, что на меня ругается и армянская, и азербайджанская аудитория. Я всегда говорю одну вещь. 30 лет назад армяне не могли даже представить себе, что произойдет 19 сентября. Почему азербайджанцы так уверены, что если не разговаривать, то через 30 лет не произойдет обратная история. Я видел детей из Арцаха. Я слышу, какие они песни поют. Но если пествовать в них эту культуру, культуру реваншизма, то, мне кажется, это будет бесконечная, долгоиграющая, затяжная мясорубка, которая будет там с периодичностью, неважно, в 20, 30, 10 лет, неважно, она будет повторяться. И каждый раз оба народа будут погружаться в пучину горя. Просто это моя точка зрения. Я думаю, оба народа будут погружаться в пучину горя, пока власти не сменятся. Все зависит от того, как та рыба, которая гниет с головы. Мы можем, да, по жизни, и в России тоже, я встречаю вполне адекватными, нормальными азербайджанцами, мы общаемся спокойно. Причем они знают, что я веду антитопор. Многие из них, правда, тут нужно сказать честно, что многие из них не рождены в Азербайджане. Они родились в Дагестане, в Дербенте, как правило, кто-то там в других городах, но не в Азербайджане. Может быть, поэтому, я не знаю, может быть, поэтому. Но из тех, что были даже такие небольшие постукивания в мой адрес из Азербайджана, хотели меня пригласить в эфир. Там, в начале еще, антитопору 10 лет, это, по-моему, первые 2 или 3 года они меня к себе на ТВ звали, потом вот сейчас иной раз там пытаются тоже сделать эфир. Я не иду на эфир к ним по одной самой большой причине. И стараюсь отговорить многих моих соотечественников от этого всего, потому что пропагандистов у них 90%, а вот объективных, нормальных людей, у них всего 10%. И где гарантии, что я не попаду к пропагандистам? Дело в том, что они потом вырезают то, что им нужно, и выкладывают, а потом сиди и доказывай, что я не верблюд. Знаешь, это очень опасно для меня. Я прекрасно понимаю, о чем вы, Вадим, говорите. Мы очень хорошо понимаем, что такое авторитарный режим. Мы очень хорошо понимаем, что такое пропаганда. Более того, тут, может быть, я не знаю, как это, покаяться, не покаиваться. Мы все журналисты с многолетним опытом, с многолетним стажем, и так или иначе мы работали в этой системе, да, и так или иначе мы шли тоже на компромиссы, за которые нам, наверное, не откупиться никогда. Но понятно, что сравнивать региональных журналистов с условным Соловьевым или Киселевым, наверное, некорректно, но так или иначе мы-то тоже приложили к этому руку, и я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И возможность работать и заниматься своей профессией без оглядки на кабинет администрации, ты понимаешь, что это большое счастье. Но именно потому, что есть возможность заниматься своей работой без оглядки на кабинет, очень хочется заниматься ей, ну, знаете, как в учебниках писали. Если вы говорите о конфликте, то представьте две стороны конфликта. Если вы говорите о событии, то говорите о фактах, да. Ну, мы все знаем, чем событие отличается от новости. Событие – это то, что случилось. Я согласен, но мы говорим о том, как правильно. Вот смотрите, я с вами абсолютно согласен. Риторика Олива, ну, меня, мягко говоря, пугает. Как человека, который приехал жить в Армению, а я приехал, чтобы остаться. Как человека, который влюбился в эту страну и влюбился в народ, который живет, я надеюсь, что меня принимают, и пока у меня нет оснований чувствовать или считать по-другому, я надеюсь, что так будет и дальше. И когда буквально в нескольких сотнях километров находится человек, который громогласно и официально заявляет о том, что никакого вашего Еревана нет и не было, то, конечно, это не вызывает оптимизма. И поверьте, я совершенно не сторонник президента Олива. Но я сторонник тех людей, которые сегодня, как я повторюсь, готовы разговаривать и готовы отстаивать возможную переговорную позицию между двумя странами и между двумя народами. Антон, а скажите, вот как человек со стороны, что может быть у людей в голове, вот когда они такое говорят, что Еревана не было, был Азербайджан там? Ведь есть независимые источники, их куча, их масса, карты средневековые, древние. Везде, какую ни открой, европейские, арабские, персидские, везде там значатся Армения. У них что, всего этого нет? Они этого не видят? Почему они думают, что вот Алиев прав, а вот все, что было, вот первопроходцы какие-то, географы, историки, все это купленные армянами люди? Причем, начиная с Геродота. Геродот, да, был самым главным в этом смысле. Это я, конечно, иронизирую. Да, вот как это работает? Вот как человек со стороны, что вы знаете? Это работает пропаганда. Это работает пропаганда. Если с утра до вечера людям вы говорите, что белое это черное, если вы говорите, что никакой Украины не было, если вы говорите, что никакой Армении не было на протяжении многих лет, из каждого утяга, к сожалению, это работает так. К сожалению, в авторитарных режимах люди совершенно отучаются мыслить критически в большинстве своем. Потому что очень просто получить эту рожеванную информационно-пропагандистскую конфетку, очень просто гонять эту жвачку с привкусом своего величия бесконечно у себя в голове. Давайте я так уж, простите меня за такие образные сравнения. Это всегда проще, чем попытаться хоть как-то проанализировать информацию. Я с этим столкнулся в России. Я не думаю, что Азербайджан в этом смысле уникальный. Я думаю, что пропагандистские машины везде работают по одним и тем же принципам. А тем более на Востоке, да, там даже похуже, я скажу. Ну вот, я не был в Азербайджане, хотя, как я говорил в одной из бесед, в одной из летучих релакантов, есть у нас по средам выходит такой проект, отвечая на то, что писали пользователи из Азербайджана, мол, приезжайте, посмотрите. Я говорю, ребят, я уже боюсь, глядя на те комментарии, которые вы присылаете в адрес в том числе нас, армян, и глядя на... Я же вначале не зря сказал, что они знают толк в челноках. Можете не бояться ехать. Наоборот, они вас примут как генералиссимуса, потому что это для того, чтобы вы могли сравнить. Это восточные менталитеты, понимаете? Я понимаю. Сейчас вы можете поехать, и они вас примут, ну, просто по-суперски. А вот если бы, например, это был бы Антон Петрович тот, кого они еще не знали бы, ну, журналист там, допустим, из Красноярска, из Хабаровска, то, ну, приехал и приехал, как бы. А сейчас это все-таки другой Петрович. Так что можно смело ехать. Я, наверное, пока воздержусь от поездки, пока я не готов к этому. Вы знаете, есть подтверждение у меня вашим словам. У меня в Хабаровске есть друг, который на протяжении нескольких лет всегда совершал прям тур по южно-кавказским странам. Грузия, Армения, Азербайджан. Везде его встречают с распростертыми объятиями. Естественно, по обе границы Армении и Азербайджана говорят, зачем ты к ним ездил, лучше бы ты подольше у нас побыл, вот, потому что они там плохие. Но он прекрасно себя чувствует во всех трех странах. И отлично до недавнего времени, кстати, до 20-го года, да, потом эти поездки просто стали невозможными. Прекрасно проводил отпуск. Отлично. У него тут по обе стороны границы и родственники, и друзья, и все прочее, прочее. Знаете, Антон, мне нравится то, что за все это время вы ни разу не пригласили пропагандистов. Просто есть такие ведущие, кроме, вроде как, как его зовут-то, Гела Васадзе. Который якобы наводит мосты дружбы, а он тоже, во всяком случае, пытается навести такие мосты дружбы, на самом деле является бакинским рупором Тбилиси. Как происходит у вас отбор гостей из Азербайджана? Как вы находите их контакты? Это очень непростая история. Я скажу, что это командная работа, потому что, опять же, не зная людей, не зная специфики тех или иных спикеров, конечно, очень сложно найти людей, которые бы отвечали тем критериям, о которых я уже говорил, чтобы представить разные стороны, попытаться какую-то объективную мысль высказать и прочее. Я скажу, как я нашел своих первых спикеров. Это было совершенно случайно. В рекомендациях YouTube мне попалась программа, я, к сожалению, забыл, как зовут этого азербайджанского журналиста, который из Вашингтона ведет свои программы. Лысый? Да. Да, я понял о комбе. Я, к сожалению, забыл имя, и я увидел, что у него в программе он разговаривает с двумя людьми. Парнем из Азербайджана и девушкой из Армении. И оказалось, что это авторы Facebook площадки, которая называется Перекресток. Эта площадка появилась практически сразу после войны 2020 года, и там армяне и азербайджане пытаются как раз наладить какой-то диалог. И я нашел этих людей, я сделал сначала интервью с Сати, потом я сделал интервью с Рустамом, я брал у них интервью 20 или 21 сентября, когда это было самое тяжелое время. Вот так я их нашел. Те программы, которые сейчас я делаю в рамках, мы делаем в рамках проекта «Строй мост», это сотрудничество с Бакинским и Ереванским пресс-клубами. И здесь, конечно, они очень нам помогают со спикерами, то есть это такой совместный проект, тройная площадка. Вот. У нас есть прекрасный эксперт Кирилл Кривошеев, который занимается Южным Кавказом на протяжении, там, я даже не знаю, скольки лет, ну, больше десяти точно. И у него довольно широкий круг знакомств с экспертами. Он работает там, например, на фонд Корнеги, пишет статьи и так далее. У него довольно широкий круг знакомств, и в этом смысле и он с ними берет интервью и помогает нам с кем-то договориться. То есть это такая вот совместная работа. Минное ли это поле? Я согласен, да, это минное поле. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, пока мы, как мне кажется, не ошибались. С выбором спикеров именно. Скажите, а вот прежде вы бывали в Армении? И что знали вообще о Карабахском конфликте? Не бывал никогда. Я человек с Дальнего Востока. Что я знал о Карабахском конфликте? А откуда? Откуда с Дальнего Востока? Да. Откуда с Дальнего Востока? С Хабаровска. А, так я же в вашем крае служил. Вот. Комсомольске на Амуре и в Совгавани. Ну, это рядышком. Кстати, многие армяне, с которыми я здесь знакомлюсь, или просто где-то на улице случается разговориться, и говорят, о, так мы там служили. В Хабаровске. Ну, это такой край, да. Там либо служили, либо сидели. Ну, нет. Сидящих я еще не встречал, хотя это действительно регион такой, который формировался в основном либо переселенцами, либо спецпоселенцами, да, скажем так. Что я знал о Карабахской войне? Ну, вот смотрите, 90-е годы, начало 90-х годов, мне там сколько? 13-14 лет. Я знал, что где-то идет какая-то Карабахская война, что друг отца, дядя Витя, милиционер, вроде бы как туда ездил в качестве миротворца. Не более того. Это далеко. Все равно это далеко. И, конечно, погружаться в этот конфликт, потому что если ты решаешь переехать, если ты решаешь здесь работать, ну, невозможно в него не погрузиться, потому что это часть ежедневных реалий, да, так или иначе. Конечно, ты начинаешь разбираться, пытаешься разобраться. Конечно, нужно проявлять максимальную осторожность, потому что я понимаю, насколько это болезненная история. Причем сейчас я уже, что называется, немножко осмелел, и я могу говорить, что это болезненная история и для армян, и для азербайджан, только потому, что я уже поговорил в том числе и с азербайджанцами. Я понимаю, что это будет тянуться еще долго. Но не говорить об этом тоже нельзя. Ну, и после того, что произошло 19 сентября, я не знаю, может быть, вы не наблюдали то, что у нас выходило на канале. Мои коллеги ездили в Горис, встречали беженцев. Я сам ездил по лагерям беженцев в несколько населенных пунктов. Те самые, знаете, там, бывшие пионерские лагеря или действующие базы отдыха, где люди временно находились. Мы работали в пунктах сбора гуманитарной помощи. Ну, так или иначе, мы пропускали эту боль через себя. Мы видели всех этих людей, мы с ними разговаривали. И, конечно, когда ты с ними разговариваешь, ну, комок к горлу, это сразу подступает. Да, это боль, это страх. Причем они были измучены. Измучены, да. Только больше, чем полгода их держали, морили голодом там. То есть они питались тем подручными запасами, что у них в подвалах было. И, в принципе, все. Самое страшное, когда вот дети, которые в лагерях беженцев были, когда они, ну, это мне повара рассказывали, естественно, я, конечно, старался общаться с беженцами, но это был такой период, когда людей нужно было, ну, аккуратно очень с ними, если они не хотели говорить, я даже не пытался настаивать. Ну, вот люди, которые там помогали, они рассказывают, что приходят дети на обед и говорят, ой, а правда можно еще ложку сахара в чай положить? А правда можно еще одну булочку взять? Это, конечно, очень страшная история. И когда там официальный Баку или пользователи, которые пишут комментарии под нашими видео, говорят, да никакой блокады не было, ну, сдерживаться очень непросто, безусловно. Но приходится сдерживаться. А были эти экологи? Экологи, да. С топным колубем. Да, да. Ну, хотя всем было понятно, что это никакие не экологи, в общем-то, конечно, там все белыми нитками было шито. Конечно, чистую злость вызывали действия, вернее, бездействия так называемых миротворцев. Да, опять же, на фоне риторики официального Кремля по этому поводу, да, у вас какая-то медаль по этому поводу. Это я купил за 400 рублей за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. А, прекрасно. Ну, вот видите. На сайте военторга можно купить 400 рублей плюс доставка столько же. Итого 800 рублей. Ну, недорого за медаль, давайте скажем. Дорого, да. Ну, вот я как бы оставлю на память. Вот. Конечно, это вызывало откровенную злость, потому что, ну, ты прекрасно понимаешь, как это работает, что заявления идут одни, по факту происходит совершенно другое. это было непросто. Потом, вы помните, что здесь, в Ереване, проходили массовые акции протеста. Тоже мы освещали подробно. Я, ну, там, несколько дней я приходил на площадь республики, не знаю, там, часов в 9 утра и уходил там ближе к 12 ночи. Весь день мы снимали, стримили, там, брали интервью и прочее, прочее. Кто-то скажет, что ты, Антон, не можешь прочувствовать ту боль, которую переживает армянский народ. Да, конечно, не могу, но она для меня уже не чужая, это точно. Но и даже при всем при этом я возвращаюсь к той мысли, с которой я начал. Если люди не будут пытаться говорить друг с другом, то ничего хорошего не будет. Антон, как вы вообще я имею в виду вот русские переехавшие в Армению адаптировались, нет? Как с языком? Есть ли проблемы? С языком для меня самая главная проблема. Я, честно вам говорю, с первых дней старался учить язык, сейчас, может быть, чуть меньше этому времени уделяю. Очень трудно учить язык, когда все говорят на русском. Ну, это да. Более того, ты приходишь в магазин и пытаешься разговаривать на армянском, тебе говорят, не надо, зачем? Не надо, мы тут сами соскучились по-русскому или что-то себя мучаешь, не это самое. Вот. Но когда объясняешь, что ты пытаешься учиться в магазинах шаговой доступности, ты, в общем-то, там практически каждый день бываешь, тебя уже узнают, тебе уже помогают, тебе что-то подсказывают. я не могу сказать, что многие русские мигранты учат язык. Нет, это, к сожалению, не так. Но тут, наверное, есть объективные причины, потому что далеко не все рассматривают Армению как конечную точку. Для многих это изначально была транзитная история, и вот, по-моему, по итогам прошлого года 16 тысяч мигрантов из России уехали либо дальше, кто-то вернулся, есть такие кейсы, ну, что люди возвращаются. я знаю людей, которые вернулись в Россию. Вот. Но кто-то старается учить. Вот у меня жена, например, она доктор, ей по роду профессии необходимо знать язык, потому что медицинские карты, ты с пациентом можешь разговаривать на русском, но медицинские карты надо заполнять на армянском, и она в течение года прям так основательно учит, ходит на курсы, только стесняется говорить, но прям блестяще понимает, читает, пишет, ну, печатает. Писать тяжело, конечно, но печатать, довольно бегло печатает уже на армянском, но это скорее исключение. А вот вопрос гражданства как обстоит? Ну, люди переехали, им же надо что-то делать с этим. Гражданство, я опять же, я могу судить вот по себе и по своему окружению. Я хотел бы получить гражданство, ну, для этого нужно несколько лет получать ВНЖ, через три года, насколько я знаю, но если у тебя нет в роду этнических армян, то процедура именно такая. Один мой коллега, у него бабушка армянка по Аликру, он уже получил гражданство, вот, ну, соответственно, значит, может получить и жена, и ребенок, это чуть дольше процедура, но это уже гораздо проще. На ВНЖ люди подают, очень много подают, потому что это облегчает многие вещи, это облегчает вот так называемый визран, то есть тебе не надо каждые 180 дней ездить в Грузию пообедать, условно говоря, это облегчает получение там каких-то банковских услуг, потому что когда я приехал, пришло то время, что получить банковскую карту стало невероятно сложно негражданам Армении и тем, у кого нет того же ВНЖ или еще чего-то. Потом многие получают ВНЖ, чтобы оформить Шенген, тут этого, я считаю, не надо стесняться, люди живут здесь и ездят отдыхать по Шенгену куда-то в европейские страны, возвращаются, продолжают здесь жить и работать и, в общем-то, чувствуют себя в этом смысле достаточно комфортно. А я знаю, там прямые рейсы, по-моему, в Италию, Грецию. И очень недорогие, там при удачном раскладе можно в одну сторону билет за 15 долларов купить, в этом смысле сейчас власти Армении я так понимаю нацелены на то, чтобы Звартноц стал таким европейским авиахабом, чтобы отсюда можно было вот в максимальное количество стран Европы улететь по, прошу прощения, по очень недорогим ценам. Это, конечно, подкупает и получение Шенгена на армянский ВНЖ, ну, многих это тоже... В СССР, тем более, что у них есть опыт. В СССР было 4 хаба, насколько я знаю. Это Москва-Шереметьево-2, который выполнял рейсы в Соединенные Штаты и в Европу. Это Киев, который только в Европу. Это Ереван, который на Ближний Восток. И это Ташкент, который в Южную Азию. Я это помню. 4 хаба было. Тем более, что у Еревана есть такой опыт, почему бы нет. Да, если этот проект будет реализован в полной степени, это будет, конечно, очень сильный аргумент для Армении, как для страны, которая будет привлекать людей, в том числе, для того, чтобы куда-то дальше пролететь. Пусть даже транзитом, но вы же понимаете, что транзитный турист, он все равно здесь на 3-4 дня задержится обязательно, а потом полетит дальше. Да. Слушай, хорошо, спасибо большое, Антон. Было очень интересно, но у нас время поджимает обычно 30 минут от эфирного времени, но иногда я позволяю побольше, чего сегодня и произошло. Спасибо большое, надеюсь, вы еще будете у нас в гостях, мы еще поговорим, вы же надолго в Ереван. Да, да, зовите в гости с удовольствием. Обязательно. Ну и вы меня, не забывайте. Да, я хотел сделать встречное предложение, потому что как раз к вопросу о спикерах, для вновь приехавших спикеры, для вновь приехавших журналистов спикеры это главная проблема. Спасибо, еще раз спасибо, Антон, до встречи в следующем нашу выпуск. Спасибо.